Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Началась работа над стратегией социально-экономического развития Самары на период до 2036 года. Какие задачи должна решить новая стратегия развития столицы Поволжья? Кто будет участвовать в реализации новой стратегии развития Самары? В нашей студии Павел Строев, директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Владислав Зотов, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Павел Викторович, Владислав Иванович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Добрый день. Ну и я предлагаю начать, знаете, наверное, тогда с самого начала, с основ из базы. Вот стратегия комплексного развития города до 2025 года была в свое время принята в 2013 году. К процессу разработки были привлечены представители профессионального сообщества и жители города. Затем в 2022 году, если я правильно помню, она корректировалась. Вот новый документ, он почему предусматривает стратегию развития до 2036 года? Почему именно такая дата выбрана? Да, действительно, период действия стратегии социально-экономического развития городского округа Самара заканчивается в 2025 году. И, следуя принципы преемственности и непрерывности стратегического процесса, нами, администрации городского округа Самара, был проведен конкурс на разработку научно-исследовательской работы как раз на проект стратегии, который включает период 2025-2036 год. В результате конкурсных процедур в них приняло участие порядка 13 уважаемых организаций не только территории нашего города, но и всей страны. Как раз победителем оказался финансовый университет при правительстве Москвы. Руководителем данного проекта как раз является Строев Павел Викторович, директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений. Поэтому мы с коллегами уже приступили к данной работе. И принимаю во внимание, что национальные цели, которые утверждены указом президента Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, как раз рассчитаны на перспективу до 1936 года. Следовательно, и наша стратегия рассчитана до 1936 года. Логику понял. Вот в таком случае у меня, знаете, вопрос, наверное, такой, может быть, больший вопрос научный, но тем не менее он важный и интересный. А насколько сегодня реально создать эффективную стратегию развития вот с учетом очень быстрого развития технологий, а значит, постоянных быстрых изменений в экономике и в социальных отношениях? — Ян, хороший вопрос. Действительно, сегодня жизнь меняется. Жизнь меняется очень быстро. Новые технологии, новые потребности, новые требования, новые отрасли, новые сферы жизни, о которых еще мы, да, те же 10 лет назад, о которых мы не могли и подумать, сегодня они настолько плотно внедряются в нашу жизнь, настолько плотно меняют наш образ жизни, что как раз-таки разработка стратегий и должна это учитывать, да, мы планируем развитие ни на год, ни на два, это долгосрочный период, это 10 лет с дальнейшей перспективой. Ну а как поменялось за предыдущие 10 лет образ жизни горожан? На какие новые требования к муниципальным услугам? Новые требования к безопасности, к комфорту проживания, внедрение систем на умный город, систем умного освещения, новые пожелания молодежи, растут новые дети, да, те, кто вчера были школьниками, сегодня студенты, те, кто вчера были детьми, сегодня школьники, у них свое представление о будущем, о своих потребностях, да, о спорте, о досуге, о культуре, все это нужно, безусловно, учитывать, это необходимо включать как раз-таки в план действий, в стратегию, в видение того города, который планируется через 10, через лет, через 20 лет на долгосрочную перспективу. И здесь, конечно, необходимо учитывать эти технологии, их в оперативном режиме интегрировать в процесс муниципального управления, в процесс развития городского сообщества. Потому что это стратегия, это стратегия не только не администрации города, это стратегия именно развития города, городского сообщества, о том, как они все представители различных сфер участвуют и совместно занимаются развитием города. Слушайте, ну вот если брать практические плоскости, вот насколько это реально, экстраполировать какие-то события на долгую перспективу и понять, вот что они приведут к тем или иным последствиям, вот какое-то есть некое маленькое явление сейчас, вот оно станет большим или не станет, вот это наука может сейчас сделать, вот если так уж совсем простым языком говорить. Существуют различные технологии стратегического планирования, есть различные технологии моделирования будущего, прогнозирования форсайта, которые опираются мы не с нуля начиная. Соответственно, Самара не вчера построена. Конечно. У Самара большая богатая история. И богатая история у людей, которые здесь живут. И те тренды, те закономерности, факторы, которые важны, они понятны и они достаточно ясно дают ответ на образ будущего, который формируется. Прогнозы в части о социоэкономном развитии, демографические прогнозы, притока населения, либо же требования молодежи к будущему. То есть это все заключается целью именно научно-исследовательской работы в выявлении и в учете вот этих тенденций на перспективное будущее время. А то, что жизнь меняется, это, опять же, нормально, это очевидно. Поэтому стратегия, она иногда дорабатывается, уточняется. Но этот документ, который мы сегодня разрабатываем вместе с администрацией, вместе с жителями города, он будет предполагать возможность оперативного реагирования на вызовы, на те вызовы, которые могут уточняться, обновляться. Он будет предполагать сценарии развития, будет предполагать различные варианты развития и ответы на те риски, которые сегодня есть, которые мы с вами понимаем. То есть если какой-то черный лебедь вдруг появится, он есть такое выражение в экономике, то, соответственно, на него можно реагировать. Конечно. Вот какие задачи должны решить новые стратегии развития Самары? Ну, безусловно, новая стратегия социально-экономического развития городского округа Самары, она будет базироваться в том числе на существующей стратегии. У нас там есть четыре основных направления. Я их сейчас перечислю. Это развитие социальной сферы, это, безусловно, демографическая политика, это проекты в области развития культуры, образования, дошкольного образования, это в том числе поддержка многодетных семей, людей старшего поколения и так далее. Это развитие экономики нашего города. Это очень важно. Наш город славен своей промышленностью, и без занимания она совершенно точно не останется, так как здесь нужно заниматься и привлечением частных инвестиций, в том числе заниматься развитием муниципально-частного партнерства, развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в области креативных индустрий. Ну и, конечно, сейчас нельзя оставить без внимания очень бурно развивающую сферу туризма. У нас в прошлом году посетило 1 млн 670 тысяч человек, а в этом году мы совершенно точно превысим планку в 2 млн человек туристов, прибывших в наш гостеприимный город. Это, безусловно, пространственное развитие. Здесь огромное количество проблем, и есть огромное количество точек, где мы можем применить усилия и направления. Это и градостроительная политика, это комплексное развитие территории, это когда мы строим не только жилье, а обязательно предполагаем строительство там социальных объектов и школ и детских садов. Это, безусловно, транспортная обеспеченность, это инженерная инфраструктура и так далее, для того, чтобы людям было жить комфортно. Ну и, конечно же, мы точно совершенно в этой стратегии оставим такое направление, как развитие системы местного самоуправления. Это очень важная функция, так как любой горожанин должен участвовать и в системе бюджетирования, и, в принципе, в планировании тех или иных каких-то действий, которые происходят как на его территории, так и на территории нашего города. Поэтому здесь, безусловно, мы не оставим без внимания и поддержку некоммерческих организаций, ну и волонтерское движение также получит поддержку вот в той стратегии, которая в результате в 2025 году будет принята. Ну и мы, безусловно, наших партнеров не ограничиваем ни в чем. И так как эта стратегия сейчас пишется с привлечением широких масс, это и физические лица, это простые граждане, это научное сообщество, это бизнес-сообщество, это общественная организация. Вчера мы с молодежным парламентом встречались, общественная палата. В том числе мы привлекаем города, которые окружают нашу Самару. Поэтому мы всех приглашаем для того, чтобы каждый мог поучаствовать в написании этого очень важного документа. А, кстати, вот вопрос первый. Вот сколько сейчас уже человек участвует в работе тогда на стратегии, помимо вот уважаемого финансового университета? И с другой стороны, вот кто из простых людей вот может туда прийти и вам предложить? И что для этого нужно? Да, все очень просто. Есть сайт администрации городского округа Самара. Там на сайте можно и напрямую выйти на сайт стратегия-самара.рф. Там есть QR-код, и сейчас как раз мы проводим опрос. И чем большее количество жителей, предпринимателей, неравнодушных граждан примет участие в этом опросе, тем более репрезентативной будет информация, которая как раз и ляжет в основу написания тех стратегических смыслов, которые окажут влияние на развитие нашего города. Поэтому еще раз повторюсь, это прежде всего сайт стратегия-самара.рф. Я бы тоже хотел обратить внимание на опрос. Цель опроса – выявить те проблемы, которые в большей степени волнуют как раз-таки жителей, причем жители по разным возрастам, и старшего возраста, и молодежи, жители среднего возраста, с семей, с детьми. То есть на что прежде всего должно быть обращено внимание, как приоритизировать эти проблемы с тем, чтобы в дальнейшем заложить в стратегию и разработать планы, конкретные уже планы по решению этих проблем. Здесь, наверное, еще очень важно плотно работать с администрациями районов, потому что Самара – город протяженный, и районы здесь очень разные. Они друг на друга не похожи. Условно, Самарский, например, и Кировский, но это вот диаметрально противоположные Ликубышские районы. И здесь вот это очень важная задача, потому что город-то он как бы один, но он очень разнообразный. Да, согласен. Он очень разнообразный. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. Сюжет как раз касается тоже стратегии развития. Три месяца работы, более сотни встреч с жителями и бизнесом. Решения, которые вырабатывали вместе, глава региона Вячеслав Федорищев представил программу социально-экономического развития Самарской области на период с 2024 по 2029 год. Время не стоит на месте, перед нами возникают новые серьезные вызовы, и мы должны находить на них правильные ответы. Президентом России была поставлена задача подготовить программу опережающего социально-экономического развития. Я благодарю всех, кто принимал участие и кто активно включился в эту работу. В Рио губернатор отметил, что 63-й регион обладает мощным потенциалом и возможностями для того, чтобы стать ключевой точкой роста Приволжского федерального округа и опорным регионам страны. Для этого в программе разработали семь масштабных целей в соответствии с национальными приоритетами. От повышения благосостояния населения и развития промышленности до поддержки туризма – одно из важнейших направлений народосбережения. Семьям с детьми продолжат оказывать все меры поддержки. Мы введем и новую меру поддержки, представление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей женщинам от 18 до 25 лет, родившим первого ребенка. Мы будем работать над сокращением срока ожидания жилья по программе «Молодая семья». В 29-м году в среднем он составит не более трех лет. В приоритете увеличение продолжительности жизни этот показатель должен достичь 76 лет. Для этого запланирована поддержка здравоохранения, строительство и капремонт больницы-поликлиник, закупка машин и оборудования, привлечение в сферу медработников. Важнейшая и, безусловно, самая главная сейчас задача – это всесторонняя поддержка участников специальной военной операции членов их семей. Сегодня в регионе реализуются более 30 мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, а с 1 июля этого года мы увеличили размер выплаты из регионального бюджета тем, кто заключил контакт на прохождение военной службы. С 1 октября будет введен бесплатный поезд для членов семей и участников СВО по транспортной карте «За победу». К 2029 году в полтора раза улучшится качество городской среды, будут благоустраивать общественные территории и дворы, решать проблему с аварийным жильем, перекладывать коммунальные сети. Ежегодная замена коммунальных сетей должна достичь от 2 до 5% от общей протяженности. К 2030 году создадим возможность подключения к сетям газораспределения еще не менее 25 тысяч домовладений. Дополнительно газифицируем более 70 населенных пунктов в области. В Самарской области обеспечат развитие ключевых отраслей промышленности, автомобилестроения, химии, авиационно-космического сектора, нефтепереработки и металлургии. До 2030 года в Самарском регионе обеспечат рост инвестиционной активности на 60% по сравнению с 2020 годом. Будут развивать туристическую инфраструктуру, создадут платформу туристических сервисов «Отдыхай в Самаре». Уважаемый гость, вот я почему хотел посмотреть этот сюжет и сделать вот эту паузу. Есть программа развития региона на период до 2029 года. Существует, насколько я помню, стратегия развития региона до 2030 года, она будет корректироваться. Вот как будет увязана самарская стратегия развития городского округа Самара, как они будут друг друга учитывать, скажем так? Здесь корреляция будет абсолютная, но это невозможно по-другому. Объясню почему. Потому что разработка стратегии областной, городской, она, собственно говоря, делается на основании участия всех заинтересованных сторон. Тогда, когда разрабатывалась программа социально-экономического развития областная и стратегия социально-экономического развития областная, безусловное, участие в этом город, наши общественные организации принимали активное участие. Точно так же происходит и сейчас. Наша стратегия, она, безусловно, учитывает и программу социально-экономического развития области, она учитывает стратегию Самарской области, она в том числе учитывает указы президента, учитывает национальные проекты. Это невозможно делать без увязки, иначе у нас просто сил не хватит самостоятельно все эти вызовы преодолеть. Кроме того, в стратегический совет у нас входит непосредственно министр экономического развития Самарской области Богдан Дмитриевич. После того, как на втором этапе у нас будет уже подготовлен проект стратегии, мы в безусловном порядке направляем его во все министерства Самарской области, где они как раз проводят оценку и дают свои предложения. Далее стратегия корректируется и уже принимается окончательно. Есть еще важное добавить, что стратегия Самары, она помимо того, что вплетается органично в стратегию Самарской области, как сказал Исафьян, что и новый быть не может, потому что приоритеты цели одни, вместе с этим выстраивается четкая и понятная иерархическая структура по стратопланированию во всей Российской Федерации. У нас есть национальные цели и задачи, национальные проекты, которые декомпозируются по регионам. У нас есть стратегия пространственного развития, которая определяет территориальные задачи развития именно российского пространства, в том числе места регионов, места городских агломераций во всей пространственной экономике. Соответственно, дальше у нас идут стратегии областей, стратегии субъектов Российской Федерации. И в рамках, опять же, этой системы стратопланирования стратегии муниципальных образований городов, которые в том числе реализуют эти стратегии, в том числе, стоящие уже на территории, на земле через свои программы развития. — То есть это, на самом деле, по большому счету, единое целое, которое друг от друга, наверное, даже не стоит отдельно рассматривать. — Мы взаимодополняем друг друга в силу того, что есть полномочия, которая есть у области, у города, и где-то мы должны это все учитывать. — Это конкретизируется с учетом местной специфики. — Ну и тогда вопрос логичный. Вот как идет программа над новой стратегией и когда мы ее увидим? — Ну, в целом, написание и выход этой стратегии предполагает полуторагодичный интервал времени. Мы к сентября месяца приступили к ней. Первый этап как раз заканчивается у нас до января 2025 года, где как раз университет вместе с городской администрацией проведет анализ всех сфер жизни. Это и демографическая ситуация, это и промышленность, это и предпринимательство, все абсолютно области. На этом основании мы сделаем выводы и поймем, где есть точки роста у городского округа Самары, для того, чтобы мы могли понять, где есть у нас возможность экономического роста, а самое главное, как мы можем повысить качество для жизни наших горожан. Второй этап предполагает написание непосредственно стратегии, наполнение ее целями, смыслами, в том числе и программами. Этот этап будет проходить с января по май 2025 года. Затем мы эту стратегию рассылаем как раз по всем заинтересованным, на все заинтересованные стороны. Те проводят оценку, дают нам обратную связь. И третий этап предполагает написание плана реализации стратегии. А там будет конкретно, что, где, с помощью каких инструментов, каких программ, каких денег, откуда их брать. Будем реализовывать как раз те цели и задачи, которые мы в стратегии изложим. Но и до конца 2025 года решением Думы стратегия будет принята на уровне городского округа Самары. Поэтому работа большая. Еще раз, пользуюсь случаях, всех призываю посещать на регулярной основе наш сайт стратегия-самара.рф, где вы получите исчерпывающую информацию, на каком этапе, что мы сейчас делаем. И где-то возможность есть подкорректировать, если где-то кто-то ошибается. То есть можно свое мнение, так сказать, высказывать и свое предложение отправлять. Да. И вот здесь очень важно, да, что это такой канал связи для того, чтобы люди предложили свои инициативы, свои проекты, свои идеи, которые могут быть дальше включены во всю повестку работы администрации. Ну и, собственно говоря, это можно сделать на любом этапе, если я правильно понимаю. Практически. Вот если об этом продолжать разговор. А предыдущий документ проходил широкое общественное обсуждение. Вот как сейчас будет проходить актуализация? Как Илья Сафанович сказал, мы активно привлекаем различных акторов, различные заинтересованные лица к процессу разработки стратегии. Мы встречаемся, общаемся, проводим интервью, проводим круглые столы, стратегические сессии с различными представителями. Это и активная молодежь, это и представители промышленности, предприниматели торгово-промышленной палаты, общественная палата. Это и представители соседних городов, соседних территорий, районов. Соответственно, это население, это активная общественность, в которых есть возможность, опять же, акцентировать внимание на наиболее важных, значимых проблемах. И, что самое главное, дать свое видение того, каким бы они хотели видеть Самару через 10 лет. Соответственно, проводится соцопрос. На этапе разработки инициатив будут также проводиться стратегические сессии, круглые столы, на которых будет возможность лично выступить с предложением, с идеей, с обсуждением. Ну и, конечно, всегда работает канал открытой связи через сайт стратегии, через администрацию города, где только приветствуются идеи, предложения, инициативы. Кстати, лично можно прийти? Конечно. Если вот есть желание у человека, потому что, как бы, ну мы привыкли общаться электронно, но вот если, то есть можно позвонить, договориться, и прийти, высказать там личные какие-то пожелания, это тоже реально. Конечно. Это можно сделать как через сайт нашей администрации или непосредственно обратиться в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Мы всем рады абсолютно. Мы понимаем, что стратегия – это не для нас, не для департамента и не для администрации. Стратегия – это для всех, это для каждого. И насколько большее количество людей, предпринимателей, предприятий, научного сообщества, общественных организаций примет сейчас участие на… Ну, собственно говоря, от этого будет зависеть и качество данного документа. А кто будет участвовать? Да, правда. Да, и здесь еще важный момент, важен следующий, обратный эффект. Чем больше людей сейчас примет участие, тем больше людей будет заинтересован в ее реализации. Потому что это стратегия не только финансовая ресурса администрации, городского бюджета, мы понимаем, что он весьма ограничен. Это в том числе волонтерские движения. Это в том числе промышленные и предприниматели, которые готовы тоже участвовать в городских проектах. Это в том числе люди, население, которые готовы сами реализовывать эти проекты. Потому что администрация может называть любой проект, он может быть абсолютно потрясающий, но если люди не выйдут, его не поддержат, то он не будет эффективным. Ну, по сути дела, мы вопросы предвосхитили, Павел Викторович. А кто будет участвовать в реализации, и кто должен на нее внимание-то обратить? Да, совершенно верно. Это все жители города. Это жители, предприниматели, бизнесмены, промышленники. Это в том числе гости города, которые, мы знаем, регулярно посещают Самару. Да, Самара очень многогранный город, потому что Самара туристическая. Те, которые потом расскажут своим друзьям, знакомым, что приезжать и как здесь стало здорово. Это общественные организации, это различные движения. Тут самый широкий круг участвующих и заинтересованных. Если говорить в практической плоскости, потому что все, что мы рассказывали сейчас, это, конечно, очень здорово, но вот, допустим, конкретное предприятие, вот, допустим, для конкретного предприятия, чем может быть полезна ваша стратегия? Предприятие занимается там, ну, некой производственной, работает в реальном секторе экономики, занимается неким производством. Вот чем может быть полезна ему ваша стратегия? Почему? Вот на ваш взгляд, на нее нужно обратить внимание, в идеале поучаствовать в ее написании, но как минимум знать, что там вообще предполагается. Все мы находимся, город, страна, отдельная семья, отдельное предприятие, находимся в существующей парадигме существующих ресурсов, денежных, людских, научных и так далее. Поэтому для того, чтобы развиваться какими-то более интенсивными темпами, нужно их направить в какие-то области наиболее предпочтительные, чтобы стать лучше. И в этой связи наша стратегия, она как раз и предполагает определение тех направлений, куда и как будет развиваться город. А любое предприятие получит от этого только выгоду, потому что оно будет понимать, что такие-то направления получат совершенно точное развитие, поэтому мне нужно производить вот такую-то продукцию, потому что за этим будущее. Поэтому стратегия – это тот документ, который способен саккумулировать ресурсы, всевозможные ресурсы в определенных направлениях, и, собственно говоря, эти направления будут задавать вектор развития в нашем городе. Плюс стратегия даст возможность понимания среды, в которой работает предприятие, помощь предприятию в том же развитии внешнеэкономической деятельности, какие направления с какими странами прорабатываются, где можно оказать поддержку, где можно обратиться за поддержкой, что является приоритетным перспективным, то есть на что будет делаться упор, какие рынки будут развиваться не только на территории Российской Федерации, но и в том числе во внешнем мире. Это все поможет предприятиям уже формировать в том числе свои стратегии развития с учетом тех вызовов, актуальностей, и сценариев, и ресурсов, и инвестиций, которые предполагаются в городе, в области. И я, кстати, знаете, сейчас о чем еще подумал? Ведь это же очень удобно и полезно, и выгодно, и для конкретных простых, ну, обычных людей. То есть, например, интересно ее почитать, чтобы понять, что посоветовать своему ребенку, например, для изучения. То есть в какую сторону будет дуть ветер? И, соответственно, какие паруса нужно изготовить, чтобы попасть вот в ту точку, куда все предполагают приплыть. Это же очень выгодно, на самом деле. И поэтому читать ее, я так думаю, нужно и выгодно, и полезно всем. Не только читать, а самое главное еще и принимать участие в написании этого замечательного документа, и очень нужного для города. И потом в реализации. Ну что ж, время программы подошло к концу. Спасибо за интересную, насыщенную, содержательную беседу. Обязательно увидимся вновь. Поговорим о том, как идет работа над стратегией, какие задачи будут предполагаться. То есть, когда она будет актуализироваться, обсудим это обязательно. Спасибо. Хорошо. Напоминаю, в нашей студии были Павел Строев, директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений финансового университета при правительстве Российской Федерации, и Владислав Зотов, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова